Малолетние узники концентрационных фашистских лагерей. Они знают, что такое война и тяжкие испытания. Они знают, что такое опыты на детях и что такое потерять всех, кто тебе дорог. Каждый из них испытал это на себе. Сейчас им далеко за 80, а то и за 90 лет. Но из памяти нахождение в тех концлагерях гетто свежо до сих пор. Среди тех, кто отрывками помнит, какие ужасы творила немецкая нечисть, малолетняя узница Валентина Немирович. Будучи совсем ребенком, Валентина Филипповна вместе с мамой находилась в гетто в городе Пружаны. Я помню отдельные только эпизоды с гетто. Как мы выползали воду пить, когда дождь пройдет, то немецких солдат было сапоги не так, как наших солдат, а на каблуке. И там, где прошли, там долго стояла вода. Мы выползали и пили эту воду с бараков. Мы малые дети, в малом возрасте, в концлагерах, тюрьма, гетто, то, что мы пережили, не каждый взрослый мужчина смог бы вынести это. Потому что издевательство травили, приносила немка, когда приезжала в Германию, приносила шоколады. И все бежали от шоколада, а потом дети ложились и умирали. Как можно об этом говорить, если полностью уничтожение людей было? Мало издевательства. Проводили экспериментальные опыты врачи. И у нас кровь не брали. Меня лично кровь не брали, мама говорила, потому что я была очень маленькой. Четыре трагических военных года научили людей жить иначе. Научили ставить во главу угла другие ценности, в списке которых первые позиции заняли мир и спокойствие. Накануне в администрации Ленинского района малолетним узникам вручили юбилейные медали к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Ленинском районе, к сожалению, с каждым днем становится все меньше ветеранов, все меньше лиц, пострадавших от последствий войны. Осталось уже четыре ветерана Великой Отечественной войны, один инвалид, восемь человек, приравненных к этой категории. И сегодня мы продолжаем выполнять поручения президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Вручаем юбилейные медали 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы пригласили категорию, это наши узники, узники концентрационных лагерей, это узники тюрем. В общем, всего их в районе 33, к сожалению, возраст не позволяет всем быть, но мы доедем до каждого и, безусловно, вручим медаль со славой и благодарности за то, что они с нами, за то, что они восстанавливали страну в тяжелейший период. Наверное, самое главное за то, что они нашему молодому поколению могут говорить вот эту историческую правду, уж как война была на самом деле, эту правду, которую пытаются исказить. Бывшие малолетние узники видели войну, услышали взрывы фугасных бомб, боялись потерять руку мамы не в магазине игрушек, а за колючей проволокой фашистских лагерей. К сожалению, тех, кто пережил ужасы войны и не дает сегодня исказить историю, осталось совсем немного. Однако в Ленинской администрации знают каждого бывшего узника в лицо и поименно. Среди них и Валентина Черненко. Я дочь начальника заставы Тихона Илариона Григорьевича. Короче, я родилась 19 дней до войны, все было хорошо. Отец поступил в академию, должен быть уезжать в Москву. Все, мне предполагала хорошую жизнь. А тут на все испортилась война, дрожала земля. Мне было 19 дней. Брат вообще ходил с гранатой по заставе. Немцы были фашисты и были немцы. И он забрал у него гранату. А когда женщины из деревни пришли, коровы в сарае пораскрывались, прибежали на заставу. Короче говоря, они немцы подошел и говорит, заберите этих детей, они пропадут. Мама была раненая. Короче, ее увезли потом в высокую больницу. А мы в деревню, нас забрали, меня крестили. Я всю жизнь там прожила. Погибла вся застава до единого. Как они могли не погибнуть, если у них ничего не было? Техника у немцев была. Они стелили дороги, где болото. Они настолько были приспособлены, готовы к этой войне. А наши пограничники, велосипед был у отца и лошадь, больше ничего. Как они могли? Они все до единого погибли. Суджино было мне жить. И все препятствия в жизни, которые и онкология была, и много чего в жизни. Как и у каждого человека. Все пережито. Все прошло через мою жизнь. Голодное детство. Что такое военное лихолетие, знают не только те, кто принимал участие в боевых действиях, но и те, кто посмотрел в глаза смертельной опасности, будучи совсем ребенком. И врученные медали к 80-летию освобождения Беларуси от несколько фашистских захватчиков еще одно подтверждение того, что любая война – это общее горе, которое они делят и не выбирают, безжалостно ломая и разрушая судьбы людей.